всем привет с вами Максон и продолжаем играть в Ultimate Team это пятая часть в девятом дивизионе мы находимся и у нас сегодня волшебство вначале мы начинаем с открытия наборов наборы мне достались по разным каким-то причинам то я попал в какой-то там короче мы играли что-то на стриме и бац 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 и у меня накопились наборы я ничего не покупал они мне выпали из каких-то выполнения заданий там и так далее в общем возвите в основном бронза ничего интересного давайте просто смотреть что там попадется мало ли что интересного можете еще заметить что у меня 8000 монет они 10 как было по окончанию прошлой части но я вам сейчас еще расскажу все открываем первый набор что же нам тут выпадет из бронзы кручу-верчу запутать хочу что-то интересное наверное нет финн нам выпал финну скорость у него неплохая но цепешник 65 потом посмотрим сколько он стоит на рынке можно будет ли его продать за интересные деньги что тут еще у нас тут есть ничего интересного кадыров хотя бы не рамзан а то я бы мог поставить его одного в состав и мы бы выиграли всех следующий набор также бронзовый набор может быть один редкий предмет но я думаю что это не мой случай смотрим что же выпадет нам здесь раскалывается наш наборчик и фигу и еро фигу и еро а не знаю что это зачем опять же посмотрим что тут есть еще бариус кремер ясно 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 самое полезное в этих паках это контракты физфорум потому что без них тяжело едем дальше следующий бронзовый и дальше будет интересней бронзовый открываем тоже есть возможность одного редкого предмета но бронзовые редкие я даже не знаю что это может быть такого а по серебряный канаты от у чуваки и он похож на квинси промыса может быть брат его он реально похож на квинси промыса антоха это ты серебряный выпал из бронзового это возможно ну ладно на неплохо что там есть еще наставать посмотрим а карточка какая-то интересная возможно это и есть редкая нет я просто не очень разбираюсь вот типа вот обычная карточка вот какая-то с приколюхами короче чем-то не отличаются ну ладно на выпадали нам тут всякие чуваки но их можно будет слить потом в одном а да многие наборы я заработал в такой штуке где нужно обменять одного игрока допустим и тебе выпадает набор но там уже такое вряд ли сейчас будет доступно но в общем в такой штуке где нужно выполнять задание обменивать обычных игроков на на что-то другое ну ладно смотрим следующий бронзовый набор тут всего четыре предмета думаю ожидать от него чего-то крутого нет смысла открываем пакет и seo джей мин выпадает а теперь наверное самых два интересных набора золотой набор вознаграждения где нет редких предметов а потом будет вот этот набор из двух игроков где их всего два видимо один золотой может выпасть один редкий но сначала вот этот откроем золотой набор вознаграждения тыкаем поехали ой дайте что-нибудь полезное что ли чтобы я прям поставил так отчет крутое по-моему нет полос че это forward какой-то полос чину не знаю можно будет если что у нас помните есть пизару до итальянец можно будет если что использовать но мне кажется это что-то интересное по крайней мере я так думаю о вы знаете для чего она нам нужно и все и мячики ну хорошо а теперь самое лютое я даже не знаю чем тыкать я видел фифер и всякие разные тыкают разными частями тела на крестик чтобы открыть набор но я сейчас ладно у меня есть отвертка на которую кто-то если сидит в инстаграме и подписаны меня если делать вам нечего и вы там сидите можете подписаться ссылка наверное будет в описании короче я на эту отвертку подпирал камеру чтобы она была чуть ровнее сейчас я ей нажму и открою этот набор не знаю может быть это отвертка удачи кто его знает нажимаю крестик и смотрим что она может выпасть здесь мне нравится вот эта затуманенность но думаю что это ничего такого в этом нету и центральный forward мексиканец dos santos какой-то dos santos честно про него ничего не знаю но показатели мне его немножечко нравится физуха слабенькая но круто салютики идут dos santos мексиканец центральный forward куда нам его использовать я не знаю и pfa есть и серич и серий и серий я не знаю как правильно его назвать француз а вот французы у меня в составе в принципе нужны нет а этого я не могу продать а этого я тоже не могу продать ну и пофигу зато они пригодятся нам составе смотрим что мы можем сделать по составчику но этот полощи стоит не очень-то и много если так смотреть за 900 то есть мы его продавать не будем пусть будет составе смотрите что у меня по составу думаю вы всех принципе видели да ничего нового нет есть у меня обновление есть здесь у меня шоу люк шоу по моему да зовут его до люк шоу на левый фланг я купил себе вместо бабы но немного кто советовал убрать бабу то есть поставить на левую защитника каких-то других игроков но принципе мне баба как игрок нравится но я думаю что нужно немножечко альтернатива поэтому я взял шоу он принципе неплох я думаю бук по крайне мере я не играл еще купил маркоса рохо рохо в принципе тоже хороший защитник и я на место ми его приобрел плюс у меня здесь в опорной зоне был хендерсон из ливерпуля но я потом понял что я его купил чуть дороже чем мог бы и я пытаюсь его сейчас продать на трансферном рынке за сумму хоть либо либо ту же за которую я его взял за 2000 по моему я его купил но можно было за 1600 купить я просмотрю но если никто не купит ладно я его оставлю у себя если купят будет идеально я его куплю подешевле но хендерсон думаю мне зайдет здесь у меня остается стонс но насчет него я вот опять же играл на стриме в оффлайн и с матчем и в матч с максом труфановым да мне стонс как-то 50 на 50 были разрывы в защите и так далее плюс на правый фланг я оставил три пьера помните да я покупал но опять же поиграв с максом труфановым я понял что три пьер его надо менять я поставил моседу машеду кому как удобнее михаэль моседу он норм он мне нравится поэтому я пожалуй буду играть с ним что касается стонса я бы поменял на другого цешника но пусть пока останется если что придумаем что-нибудь ну вот пока как-то так опорника мне нужно будет вернуть но пока что можем ну ходился но не очень небольшая скорость а вот этот вот чел который выпал и серич да я не знаю как правильно он пфа но у меня пфа совсем не подходит здесь по расстановке никак то есть я-то думал можно сюда засунуть это нужно менять на 433 и играть с пизару как французом плюс мне выпал лимар лимар выпала на халяву то есть за деньги фифеш фифе можно вот так вот об и все если мару на сыгранность этого не меняется вообще вот такие вот пока что дела слушайте а я тут за ну зашел еще в выпавших чуваков посмотреть как они стоят и вот я нашел фигуеру а вот этого чела ну за две триста тысячи семьсот тут видите тут по-разному толкают так что я думаю что лишний заработок с этого чувака мы поимеем неплохо неплохо сейчас я еще посмотрю кто что есть может быть какой-то шокирующий контент есть кстати мне сказали что таких редких чуваков то есть у которых вроде статы не очень sbc что такое sbc черт возьми я гуглил но я не особо понял много кто пишет что люди которых не очень скиллы вроде бы они сами себе непонятно что из себя представляет но они sbc что такое sbc напишите пожалуйста комментарий так в принципе я смотрел игроков которых вы мне советовали много дорогих а многие мне совсем не подходит но я некоторых задумался допустим подольский мне писали я вот не знаю нужен мне или нет принципе он немец ни с кем по стране у меня не сходится лига в которой он играет он тоже непонятно где там но так по себе игрок хороший вообще изначально хотел сыграть собрать английско-немецкую лигу у себя но я не против испанской как вот мне советовали следующий соперник две звездочки но не знаю не знаю ладно поехали посмотрим что там получится из этого на речь будет знатно ладно это чувак покинул матч не знаю почему он испугался меня или что девятый дивизион детка я врываюсь к тебя так тут уже интересней принимаем задержка одна палка задержка две палки задержка три палки соединение соперником разорвано что за фигня фифа не хочет объем не играл кстати говоря шоу я купил за 1200 а марка сароха я купил за 1900 думаю что это не так уж много сейчас я примерно выбираю игроков за 2500 и смотрю что я с ними могу сделать соперника наконец нашелся буду играть в зеленой форме у него какая-то она странная но я готов смотрим по составу что у него получается я уже готов уэйн руни я сразу заметил его саллах сон бегович это да и мауриньо тенера но будет жестко бэм издалека ух ты хорошо у меня чувак проплылся немножко по газончику и подачу головам что мы сможем из этого извлечь никого отлично игра в стеночку оу как он меня принял жестко пенальти это пенальти лол по моему был штрафное чисто то есть на линии сфалил или это все таки штрафной пенальти или или что чувствую мне кстати камеры не хватит до конца но запись посмотрим посмотрим блин нифига себе приемчик это действительно пенальти у меня мюрель исполняет пендели надеюсь я смогу забить не этот бил вообще это я не воспользовался своим шансом блин что за хрень нет 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 защитники под мяч прыгать но все-таки залетает как так что за херня я не забил пенальти забивает тебе ладно войти и забить да блин опять кипер бегович бегович все верно я сказал бегович него на воротах подача углового но это куда совсем ой 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 2 0 да как так что за фигня что за фейлы у меня я не понимаю давно не играл фифу или это после рестлинга или что бераини у него а нет фернандиньо и антонио надо сосредоточиться ребят чё за дичь передача на салаха и чё за хрень получается как я развожу я иду в атаку он прерывает идет в мою сторону и забивает сразу что-то пошло не так блин ну это капец почему когда я вижу сонов своих соперников они меня вообще разматывают я понимаю что футболист крутой но блин жесть ну да блин капец мне еще и беговича надо как-то пройти попробовать давай мюриэль давай детка давай пожалуйста забить мюриэль туда это ну я типа щечкой хотел закрутить но жесть на самом деле вот сейчас играю понимаю что тот незабитый пенальти мог блин просто поменять все если бы я забил начал вести я мог играть от второго просто лица скажем тогда вторым номером но жесть сейчас тяжело что-то сделать я вот играю понимаю что это капец мне забили все голы на контратаках в общем все матч так и закончился 4-0 и я по ходу придумал новое правило футбола не забиваешь пенальти в начале получаешь 4 в конце блин но это жесть полный провал видимо девятый дивизи вон решил вот так вот меня принять и сказать привет мальчик тебе обратно в десятый посмотрим что будет дальше но пока печалька все какая у него интересная форма я уже знаю что это хураду хураду я знаю по спартаку я его кстати себе тоже хотел купить не знаю каков он на деле давайте посмотрим на состав нового соперника я понял можно левать опять я вижу сона будем играть с соном хорошо в защите у него каково каково блин забыл но он не будет говорить потому что я налажаю лимар хорошо подача на весик на весик и допить бы головой побороться хорошо обратно скидочку и дарить ухты блин продолжается атака атака продолжается туда туда в центр уже очень много игроков ударить из под чего-то непонятно шмейхель на воротах стоит учили к 36 минута первым опасный момент после первого тайма 00 но в общем тяжело играть я полностью сосредоточился поэтому вы момент почти не видите состав я немножко экспериментальный сделал то есть эйс эрича выпустил салджер выпустил на цопа но в общем посмотрим мне немножко кажется что нужно искать замену для марковича не очень он меня начинает радовать попробую сейчас сделать вот так вот выпустить коко поменять его с лимаром может быть что-то из этого выйдет давай едар пожалуйста едар пожалуйста сделать ну как так сильно ну я же не так хотел сильно забить да ладно в лицо попал забить что за жесть вообще это матч просто трэш 0 0 но туда-сюда туда-сюда вы блин всего не увидите так конечно но это капец да ладно я в сайда не было ну все 0 0 явно это просто капец домой заканчивается счетом 0 0 но это это настолько нервная игра что просто капец я должен был отлетать наверное но капец это интересно это интересно причем сэлджер вот этот салджер которая поставил на цопу он очень хорошо показал себя и я понял по ходу ошибку прошлого матча задумывался может быть форст или вина потому что мне третий мяч не понравился по пропущенный у меня язык заплетается что я нервничаю но нет был прорыв точнее дырка была в хаддлстоне у него 34 скорость а вот салджера вот этого 70 с чем-то и сейчас его скорости хватило лимар прибегал назад помогал еще как-то было но впереди я не мог найти что-то ну для себя может быть стоит поменять расстановку но мне пока нравится играть на и посмотрим что будет дальше третий матч но не уверен что хватит камеры кстати записать тут две минуты осталось зарядки поэтому скорее всего следующий матч без камеры сорян за то что я выполнил какое-то задание просто применил контракт чуваку мне дали серебряный набор давайте посмотрим что там может интересного выпасть может быть что-то мне пригодится так ну тут ничего редкого быть не может поэтому что-то обычно эй вы чё прикалываетесь он у меня уже есть я не знал что можно 2 хотя да знал наверное знал что можно двух игроков в контракт тренера тренировка и дубликат салджера могу ли я его там список продаж ой он просто летел список продаж ладно я тут вспомнил что я хотел доиграть вот это на стриме ну смысле не на стриме на стриме я тогда сидел и понял что мне нужно будет начать видос с открытия паков и завершить вот это squad battles и забрать награду в виде пака поэтому давайте сейчас сыграем в оффлайновый squad battles битва составов тем более что я себе вернул одного челика интересного ага нужно выбрать сложность пусть будет профессионал не буду я сильно заморачиваться посмотрите кто вернулся к нам к нам вернулся хендерсон не смог его продать за сумму больше чем купил и пофигу короче ставлю его в опорники ну и тут спереди я себе приобрел за 800 по моему тело он очень подходит вместо маркович тем более есть связь небольшая самошеда я так понимаю одна лига и из одной лиги также он с мюриэлем так что будет интересно посмотрим но вообще в защите все тут круто разве что купить кого-то также из какого-нибудь англичанина из испании да вот сюда поставить вместо стоунса или еще что-то как-то тут увеличить связь но хотя ладно тут не важно главное что в целом защите все хорошо ну и нужен цап какой-то интересный цап который будет иметь связь с хендерсоном ну и при этом с севильцами впереди вообще наверное какого-нибудь француза до чтобы была связь между вот этой троицей но я ли марат скорее всего поменяю короче ладно играем что смотрим что там за состав squad battles арсенал подождите я должен играть лакас фк понял а в составе там такие интересные ребята криштиан роналдо анри рональдиньо я понял месси он есть классно сейчас будем веселиться посмотрим что у нас умеет тело ой 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 против варана рикошетик и угловой будет угловой посмотрим что мы сможем из этого извлечь а ну ударить не получается удар туда скинуть обратно на маркоса роха роха подает у нас угловые что очень странно удар головой кроме того я даже не ожидал стон забивает стонс у нас по моему защитник так у ночи мелкий какой-то с виду прикольно отлично разыгранная 10 я повел давайте посмотрим повтор туда вот так передачи на маркоса роха роха вообще головой бьет но подачи классная слева и стонс завершает эту классную подачу класс ты лос но в штрафной подачи отлично на лимар лимар и тащит кипер я себе кстати тут позволил небольшую слабину я поставил стандартную защиту здесь можно это было сделать то есть в оффлайне и наслаждаясь просто этой великолепной защитой мне нравится играть на стандартный ой-ой-ой мюриель какая хорошая передача прошла я не думал что она зайдет и мюриель делать а-а-а торштеган или кто там у них стоит да вроде это он это было конечно сурово суровый сейф в очко летела а так в попец попала но нормально повезло какое летело плюха но торштеган блин было классно посмотрите на этот удар такая понисходящий в стиле удара стивена джерда наверное бенч затащил прикольно красавчик рональдиньо да ладно блин все таки упустил я атаку после подачи углового вот повтор идет тут разрезали меня просто вот так вот я что-то потолкался причем 24 номер по моему вообще лимар а чё он там делал защите я не знаю давайте посмотрим он ли это был так 24 покажите мне номера людей лимар 18 так хендерсон седьмой стонс а это масс машедо ну вот так вот центральные защитники потерялись на угловом хорош передача на лимара нужно завершать но нет накрыли меня сразу же защитники рональдиньо это был сейчас надо что-то придумать туда на фланг отлично до сантос выпустил я его на замену ударить с острова и терштеген как же так у него все получается тащить ой-ой-ой бэйл еще сейчас выйдет на замену вместо месси и у нас очередной главой я уже не знаю сколько их подал очень много но опять ничего не получилось придумать атака продолжается мирель ударить терштеген не пригодился терштеген это мимо бэнч издалека я опять терштеген доел он мне вышло то как утках выше ворот а можно повтор я просто не понял как это пролетело тони кросс ну блин не будет нас повтора нет 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 раскручивает меня как ложка и форстер я думал залетит есть ощущение какой-то праздник знаете собрались ребята во дворе и играют на удовольствие зрителям ого нет такого удовольствия мне не надо форстер молодец ушки какие а хорошо бен едер но тут надавать не на кого хотя вот подключение до сантос удар щечкой ну такое легко заберет терштеген свежевышущий до сантос что-то надо делать нужно забивать мюрель гол хорошо сожалению это конечно не онлайновый матч но выиграть squad battle будет неплохо вот снова повтор этой атаки пас в разрез но не в разрез и так как-то интересно ударил мюрель бэнч кстати меня поправляли тут что не бен едер а бен едер но если я смогу себя изменить я буду называть правильно если нет ну сорян бен едер так бен едер можно сейчас решить все вопросы этой атакой лима разогнал себя в угол куда подачу интересно туда выше выше отдать но что-то непонятное произошло и это победа что же мне за это дадут я не знаю давайте посмотрим ачивочку дали как минимум пусть битву ты выиграл но наверное что-то там с войной монеточки подоспели плюс успехи в squad battle ага тут нужно докопить видимо какое-то количество очков ага бронзу раз и еще дальше то есть ага еще накопил понял получаешь какой-то рейтинг и что-то в итоге тебе дается да я так понимаю возможно какие-то игроки или что-то вроде этого ну и в любом случае ой нифига себе выбор соперника я еще тут могу выбрать себе соперника и что-то делать с этим интересно я правда не разбираюсь в squad battle но ребят если что напишите что можно тут сделать но вообще получается что я сыграл я выполнил задание за squad battle нам что дадут нам дают 150 монет ну и плюс за целое выполненное задание нам дадут еще пак как играть и золотой премиум набор давайте его откроем да ладно это вот этот альбом ой альбом это вот этот вот набор который сейчас идет на хэллоуин если кто не знает расскажу что вот это специальные наборы хэллоуинов куда входит не помню 26 по моему игроков то есть на данный момент какие-то актуальные возможно с течению праздников этих ноябрь точнее октябрьских до хэллоуина или да не помню до какого числа в общем там недели две три будут эти игроки постоянно расти то есть их скилл будет увеличиваться потом когда праздник закончится они останутся со своим обычным скиллом но стоят эти люди ну неплохих денег в данный момент потому что это актуально давайте посмотрим я не уверен что мне что-то может выпасть вообще из этого но если это будет так это будет шикарно так что же это это что-то херня какая-то в общем джема или я не знаю кто это но я был готов к тому что мне выпал выпадет полное дерьмище так что все нормально поставил я нового тренера не знаешь что это изменит вообще и попробуем давайте на состав в онлайне видимо какой-то бразилиц попался мне не знаю поехали я так смотрю просто на других чуваков какие у них составы и понимаю что у них очень много популярить и людей а у меня кита ноунеймы вот круто неймар у него есть остальных я честно не знаю но посмотрим как получится сыграть эти с этим типком пизару отлично подключается к атаке удар и где мяч где мяч не у меня нет 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 все таки гол зачем я так вышел далеко я не знаю возможно чувак собрал сборную бразилии очень такой что где когда я в общем зачем-то выпустил чеха но давайте отыграет пусть он свой контракт все-таки форстер пусть отдохнет он вроде бы и тащит но чех по сути скиллом больше значит он должен тащить лучше ну проверим на вот так пробиваем просто сразу же практически ответные же атаки кто же это кто же это кто же это муриель красавелиус просто чел смотрите как получилось вот так вот я бегу бегу и атаку ему по силоса он такой уходит в сторону и бенч со своей левой пробивает кипера сборной бразилии я не знаю можно ли так называть но есть ощущение что чувак собрал просто сборную бразилии и он не забивает сразу же в ответной же атаке весело будет в этом матче я чувствую это фернандиньо прикольно прикольно пизару отлично ушел и штанга забить хорошо пустые воротики это кто же это кто же это опять он я их просто на лица не различаю даже своих игроков вот я истинный тренер нет это лимар хорошо получилось опять же ушел в этот фланг удары тут уже штанга слишком сильно наверное лупанул ну и лимар красавчик 22 весело я же говорю об как я чехом отлично побежал сразу чувствовал что пойдет туда по силе ус чего это чё прикол такой вроде чех уже давно вернулся каков фигу он пропустил нет не марк конечно ударил но алло питер петер петр что отличная стеночка с моседо передача на теле отелью удар ну что где блин еще не закончился так еще не закончился ску золоток у идеальная позиция согласитесь к сожалению я штрафные бить не умею но я попробую вот так вот опа что где блин могло получиться еще лучше чем я думал но вам ударить да блин чё за бред полная был щит сегодня не мой день короче не прет вообще посмотрите на эту фигню ну что это такое ну ну и чё это но инвалиды о хорошая передача забить забить блин да забить да капец вы просто вот вот на ладошке бац забил вы видели что это было наконец-то хоть издалека как-то джо вани что за джо вани в моей команде я даже не знаю кто это нет на вот так ух подкрутил интересно а кипер чё-то закипишил и не поймал а что за джо вани а джо вани до сантос это новый чувак в моей диме нет 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 отличная передача давай тело пожалуйста покажи что я не зря тебе купил оп понял можешь не показывать спасибо удачи в дальнейшем ну хорошо 4 4 это блин я сегодня уйду первым вперед в этой встречи нет что я постоянно догоняю это же капецкий капец тяжело то как это кто с бен едер да все таки тут подкат был хорошим тут этого не было видно и вот так вот ушел в центр и ударик получился занатный кто это был бен едер да бам а вот так вот коко ну что ты сам свое имя сделал на себе сделал сосу ну как так блин 4 4 но такое себе на самом деле трешовые матчи и что-то я в девятом дивизионе пока играю в одни ничьи мне нужно что-то менять либо расстановки либо я не знаю но тут может быть моя была ошибка что я выбежал вперед короче пока как-то не очень успешно все получается тяжелая часть но ладно с вами был максон сорян что вторая часть видоса без камеры но я просто но так получилось что она разрядилась я не виноват спасибо всем за просмотр нужно что-то менять нужно что-то покупать потому что так явно не катит и наверное я поменяю себе расстановку на 433 и что-то буду дальше придумывать пока что как-то не очень весело давайте посмотрим сейчас при вас еще не попрощаюсь пока что так 433 3 как нет мне не нравится 3 так это lp получ а пфа и лфа то есть у меня отпадает вариант с двумя атакующими значит цоп нет мне такая не нравится мне нужны фланги прям широко чтобы они были прям флангами возможно хорошо значит я ладно я подумаю на какую схему мне перейти но точно с двумя нападающими возможно 4 4 2 но тут разные вариации в принципе мне нравится вот такая на третье pplp 88 сыгранность стала довольно таки неплохо хорошо я подумаю но мне нравится вот это случайным образом попал на нее можно будет если что вариативность искать спасибо всем за просмотр с вами был максон до следующей части